Харциск, переулок Николенко, дом номер 5. После резкого потепления и стремительного таяния снега, январские осадки здесь просочились в некоторые квартиры и на лестничной площадке. ЧП местного масштаба, тем не менее, вызвало заметный резонанс в соцсетях. В различных пабликах были опубликованы фотографии потеков на потолке и на стенах в третьем подъезде. Почему сыра стало там, где сыра быть не должно? Пыталась разобраться наша съемочная группа. В 2020 году 80 квадратных метров рубероидной кровли дома номер 5 в переулке Николенко были капитально отремонтированы. Демонтаж старого рубероида, устройство новой двухслойной стяжки, крепеж отливов из оцинковки и, собственно, монтаж нового кровельного покрытия. Весь этот комплекс мероприятий выполнял подрядчик городской службы единого заказчика – макеевская фирма «Тетра Альянс». 16 октября на крыше дома работала комиссия. Сегодня с представителями подрядчиков ЖКХ, Оксан и мы, как балансодержатели, вышли для того, чтобы сделать контрольные замеры. Были выявлены ряд недостатков, которые подрядчик обязуется в ближайшие сроки устранить. Это основная цель нашего сегодняшнего визита, скажем так. В 2020 году капитальный ремонт развернулся примерно на третьей части кровли пятого дома. Увы, этого объема оказалось недостаточно. В конце января в третьем и пятом подъездах в квартирах верхнего этажа талая вода неожиданно потекла с потолка. Николай Пантелеевич живет в 40-й квартире на четвертом этаже с 1973 года. В январе 2020-го осадки добрались и до него. Нам обещали лет 10 назад еще сделать капитальный ремонт, но ничего не делали, конечно. Когда снег был, потекла у нас крыша. 41-й, 2-й, 3-й, это пятый подъезд, пятый этаж, вернее. Там у них прям текло по стенке, по дверям и под ногами было лужи. Затекло и у нас. Значит, в калидоре текло к нам где-то где электричество, к счетчикам сюда. Потеки видны и сейчас они там наверху. И по стенам у нас лужа была прямо на полу. Если будет такой снег, как был, то без электричества мы останемся. Январские осадки просочились и в квартиру соседки Николая Пантелеевича. Что уже говорить о пятом этаже? По жалобе жильцов дома, аварийной бригадой службы единого заказчика были приняты превентивные меры. Проходила комиссия, был здесь Смык. И это самое, было с ними две женщины, мужчина еще один. Они смотрели, вроде бы накрыли клеенкой. Но клеенку, это с клеенкой нужно, допустим, собираться будет, там лужа большая, вычерпывать. А кто будет ее вычерпывать? Проблему протекающей крыши прокомментировал начальник УЖКХ администрации Харциска Виталий Смык. Обследование происходило совместно с отделом капитального строительства. Это представители УЖКХ и также представители баланса держателя, службы единого заказчика. Утечки происходят там, где производился текущий ремонт, ну или требует текущего ремонта объемы. Это над третьим подъездом и в том году тоже не было. Это над шестым подъездом тоже появилось затекание. В этих местах капитальный ремонт, как указано было, в жалобе не производился. Людям объясняли, что на этом доме производится не стопроцентная замена руберудового покрытия, а только часть. Дом номер пять в переулке Николенко теперь поставлен в очередь на текущий ремонт кровли. На этот раз работы будут выполнены за счет квартплаты абонентов Харциской службы единого заказчика. Там будет продолжаться текущий ремонт в этом году уже. Ну, вновь выявлено сейчас, потому что там образовались трещины, которых не было в том году, даже когда служба обследована, образовались новые трещины. В соответствии с этим происходит сейчас затекание. Ну, будут устранять это все. Спасибо.